Уже в это воскресенье в обновленном театре молодежи вновь появятся зрители. В здании закончен капитальный ремонт. Здесь обновили зрительный зал, холл, помещения с билетными кассами, отремонтировали подсобные помещения. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура», финансирование выделено из краевого и федерального бюджетов. Министерство культуры и края следило за ходом работ. Настолько все гармонично и кажется, что пространство расширилось, потому что до этого всегда у меня было впечатление все-таки мрачности определенные. Может быть это было там оправдано, это же театр, сцена закрыта и так далее. На сцену смотришь, а не в зал. Но сейчас это просто воздух, полет, высота, такое ощущение, что все расширилось. Здесь стены расширились, потолки были увеличены, хотя все осталось как есть. Конечно, гвоздь любого театра – зрительный зал. Как отметил директор театра Игорь Селезнев, любое учреждение культуры работает только для зрителя. И всем сотрудникам театра очень важно, чтобы людям было уютно и комфортно. Так, например, на месте старых кресел установлены новые. Теперь на них будет удобно и взрослым, и детям. Мы привели все в соответствии согласно сегодняшним стандартам. Также кресла в партере, да, это первый этаж зрительного зала, они трансформеры. Они, соответственно, шире, чем были раньше кресла. За счет этого тоже уменьшение. Кресло-трансформер, то есть есть под юного зрителя, если вдруг рядом мама, она опускает сидение, чем у ребенка. Для ребенка также есть подножка, чтобы он мог поставить свои ножки. Театр, конечно, зависит от стен и внешнего облика, но главное в нем все же другое. Так, 8 октября зрителям представят спектакль «Разговор у реки». Постановка стала обладателем двух наград 20-го Международного театрального форума «Золотой витязь». Как неоднократно подчеркивал губернатор Олег Кожемяков, бюджет культурной отрасли в регионе на протяжении последних лет остается социально ориентированным. В рамках нацпроекта и краевые госпрограммы за 4 года проведен капитальный ремонт. Более 100 муниципальных объектов культуры созданы два виртуальных концертных зала и семь современных библиотек. Приобретено 7 автоклубов, построено 5 домов культуры в сельской местности. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.